Поговорим о тех регионах, которые и без Москвы хорошо себя раньше чувствовали, и поэтому очень хотят отсоединиться. Итак, прекрасно обходились без Москвы. Бежавший в Варшаву депутат Смоленская областной думы Владислав Живица заявил о создании движения за независимость области, пишет «Настоящее время». По его словам, речь идет о воссоздании так называемой самостоятельной Смоленской государственности в тесном союзе с будущей свободной Белоруссией и другими странами, территории которых ранее входили в Великое княжество Литовское и Речь Посполитую. Это не первый случай, когда регионы Российской Федерации заявляют о том, что хотят независимости от Москвы. В первую очередь это касается этнических регионов России. Подробнее в нашем материале. Независимость для Смоленской области. Депутат Смоленской областной думы Владислав Живица, который ныне находится в Варшаве, совместно с экс-редактором телеграм-канала «Нехта» Яном Рудиком, хотят воссоздать, цитирую, самостоятельную смоленскую государственность. При этом Россия должна быть разрушена, заявил Живица. Исторически Смоленское княжество имело собственную идентичность и только в 1667 году вошло в состав Московского царства. Активисты говорят, убеждены, Смоленск нужно освободить от московской оккупации. На месте и в административных границах нынешней Смоленской области необходимо создать Смоленскую республику, которой на добровольной основе смогут присоединиться любые территории остальных субъектов Российской Федерации, когда-либо входившие в состав исторической Смоленщины. Смоленского княжества, Смоленского воеводства, Смоленской губернии, Западной области. Мы хотим сохранить человеческие и полезные экономические связи со всеми, но будем решительно противодействовать диктату Востока. И особенно в вовлечении у нас в преступные войны против соседей и изоляции от наших друзей и партнёров. Из документа первой уставной грамоты Смоленского республиканского центра. Уже не впервые в регионах Российской Федерации говорят о том, что им необходима независимость от Москвы. Весной 2023 года был проведён онлайн-референдум за независимость Кёнингсберга, которому относится Калининградская область, Ингри, куда относятся Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кубани, который относится Краснодарский край, Сибири и Урала. Большинство голосовавших высказались за независимость, а по данным организаторов, в референдуме приняли участие почти 6 миллионов человек. Второй онлайн-референдум прошёл летом 2023-го. В этот раз за свою независимость от Москвы голосовали в Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской областях. И снова большинство голосов за. Теперь будут добиваться независимости региона и в Якутии. Об этом активисты сообщили в своём телеграм-канале. Состоялся первый съезд якутян-сторонников независимости. Встреча прошла в закрытом формате. По результатам встречи решили создать Комитет независимости САХА. Избрали председателя и пресс-секретаря. И сообщение Комитета независимости Республики САХА. В телеграм. Вскоре после начала мобилизации в России Конгресс Айрат Калмыцкого народа принял декларацию, в которой заявил о стремлении к независимости от Российской Федерации и созданию собственного государства. В декларации Конгресса перечисляются основные претензии Республики Калмыки к действующему российскому режиму. Среди них – безумная централизация и милитаризация страны и тотальное наступление Кремля на культуры и языки завоёванных Россией нерусских народов. Я считаю, что тем народам России нужно, в соответствии с вставом ООН, дать право на самоопределение. Конечная цель всё-таки построение свободной Калмыкии. Свободной от всего. От империализма, от навязывания не наших нарративов. Свобода для того, чтобы восстанавливать язык. Свобода действий, свобода мышлений. Всё это свобода. Нам нужна свобода. Говорят о независимости и в Тыве. Республика Тыва – родина министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. А ещё – лидер по количеству погибших военных в войне России против Украины. Там говорят о том, что в состав Российской Федерации Тыва вошла никак не добровольно. В 2022 году также была создана Лига Свободных Наций. Общественно-политическая платформа, которая объединяет бурятов, башкир, калмыков, мокши, эрзян, которые желают выйти из состава Российской Федерации. Анжелика Брушневская для телеканала Freedom.